Неудача и всё дело идёт к победе восьмого экипажа. Напрямую Надьер, она же Мюльсан, сейчас находится Брэндон Хартли. Его запас над ближайшим конкурентом, над эксестеринской машиной, уже давно больше двух минут. И вот они, последние секунды, все находятся на последнем круге. Лиман Коварин и уже финиш сам по себе здесь является большим достижением. Ну а финиш на подиуме. Победа, это действительно достижение высшего порядка. Представители Toyota уже собрались на питволе, уже готовятся праздновать. Готовятся праздновать в Porsche, готовятся праздновать в команде Toyota. Также уже радостные и будут сейчас явно отмечать победу в команде TF Sport. Но ещё остаются последние километры. Вот прямо сейчас целая толпа устремляется на питвол. Вы только посчитайте. За неделю это 35 часов пилотирования плюс тесты 43 часа за 8 дней. Понятно, что не всё время прям пилоты оставались на трассе. 43 часа гоночных сессий за неделю. Это тоже большая особенность. Гонки 24 часа Лимана, которые входят в тройку самых престижных гонок в мире. Гонщик 8-й Toyota преодолевает двойную шикану Ford. Для Toyota это пятая победа подряд в гонке. 24 часа Лимана замедляется, смакуя этот момент Брэндон Хартли, чтобы видеть лица всех, кто собрался здесь на питволе. Брэндон Хартли, Роберто Гонзалеса. Они стали лучшими. Вот они, да Кошта, вот он Гонзалес. Они стали лучшими в категории LMP2. И лидировали всю гонку безоговорочно. Абсолютно безоговорочно. Не было ни одного штрафа, ни одной экскурсии в гравий, ни одной малейшей ошибки или помарки. И могут этим похвастать гонщики 33-го Астон Мартина команды TF Sport. Это Энрики Чавес, Бен Китинг и Маркус Оренсон. Команда TF Sport выигрывает Лиман в категории GTM.